добрый день дорогие друзья шаббат шалом всем все самого на лучшего мы продолжаем наше изучение торы и наша недельная глава называется китово и как это не хочется слушать и говорить но говорим о проклятиях то есть самое страшное проклятие мы видим в этой главе кроме того мы видим что нету утешительных слов прямом тексте торы если мы знаем что глава биху кота и говорит о страшных проклятиях тоже и там в конце говорит утешение что я все время вас не забуду и соберу и все 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 и нас всевышний утешает а здесь нет утешения и печально это и наши мудрецы пытается спросить об этом мудреца рабе шимона бар яхая и мы не знаем где его найти и в конце концов он нашелся и узнал наш вопрос и он спрашивает об этом пророка или ягу как это будет и и пророка или ягу ему объясняет что те слова которые говорят что увезут вас в египет на кораблях они и являются тем утешением о которых вы спрашиваете вот так вот то есть вот это и есть утешение которое есть в этой главе а что мы знаем о проклятиях как это работает наши мудрецы говорят что они уже все сбылись и даже самое страшное проклятие что матери в сумасшествие будут есть своих детей вот у нас танахи есть что во времена и арама бена хава который был нечестивцем на сынов израиля напал царь арама армейцы напали продовольствия стране не хватало а на шестой год войны голод страшно усилился евреи варили ели собственных детей как было предсказано в предостережении воекра двадцать шесть четыре сорок шесть это глава биху катая и царь рам отправил гонца пророка илише которого он обвинял в несчастье и лишь а скрывался он хотел его казнить вообще раньше и лишь а знала намерение царя и был насторожен он предсказал завтра в это время мера муки будет продаваться за шекель и две меры ячмия тоже будут стоить шекель очень низкая цена когда гонец услышал слова пророка он стал над ним смеяться и лишь опроклял его в общем ну мы знаем дальше из станаха что его толпа затоптала он только увидел это зерно но есть он его не смог потому что он не поверил словам пророка но всевышний сделал невероятное чудо мы знаем что было три прокаженных которых не пускали в город на не жили вне стана как это положено и они услышали что тихо стало в стане аромейцев вокруг окруженного синой города аромейцы не слышать что стало тихо а они поняли аромейцы что царь израиля нанял царяк другого и он напал нападает и услышали к топот огромного количества лошадей и аромейцы сбежали и оставили продукты оставили вещи все оставили они в стане сами они сбежали эти три прокаженных увидели что в стане никого нет ели ели были голодные потом еще ели а потом подождите если вы не сообщим до восхода что мы увидели здесь то тогда на нас будет проклятие то есть прокаженные какие бы люди не были но они были все таки людьми торы и они знали что такое тора и они пришли и сказали передать царю что так то и так то они проверили и действительно продовольствия было полно и пришли цены израиля забрали все ели и так все вышли на спас от голода вот такое такая ситуация была когда маша начал пройти слова предостережения закачала земля задорожали небеса потускнели солнце и луна утратили свой блеск звезды возопили из своих могил праотцы все живое умолкло а ветви деревьев застыли праотцы возмущались как наши дети смогут вынести подобные наказания вероятно они погибнут ибо у них не хватит заслуг который защищает их и никто не помолится об их судьбе небесный глаз провозгласил с высоты не бойтесь про отцы евреев клятва которое дал вам не будет нарушена и она защитит евреев затем маша пояснил проклятие ашема исполнится только в том случае если вы не будете соблюдать божественные заповеди вашей власти помешать исполнению проклятия проклятие падет на предпринимательскую деятельность урожай детей и животных если евреи не будут исполнять тору бог прежде всего приведет в упадок и предпринимательскую деятельность если евреи не вернуться к нему он предупредит их и накажет уменьшим урожая а затем заберет и детей произносимой здесь проклятие является как бы противоположностью благословением обещанным тем кто соблюдает тору ты будешь проклят при входе ты будешь проклят при выходе прокляты входящий в театры и цирки сегодня кинотеатре игнорирующие таким образом слова торы и прокляты покидающий тору чтобы заниматься бизнесом смятение и болезнь бог приведет беспорядок и нарушит мирное течение вашей жизни вы будете страдать от эпидемии эпидемии мора которые унесут большую часть населения за короткий срок он нашлет на вас шахефед болезнь которая приведет к разбуханию плоти кадах от лихорадку далекит воспаление которое так поразит ваше тело что не останется никакой надежде выжить хар-хар необычайный жар который иссушит ваше тело рабби и оси рассказывал всю жизнь не давал мне покоя стих ты будешь двигаться на ощупь подобно слепому во тьме почему скан во тьме слепой прияком свете передвигается на ощупь да удивительно что слепой прияком свете передвигается на ощупь однажды темной ночью я повстречаю слепца несущего факел зачем тебе этот факел добрый человек спросила его ведь ты все равно ничего не видишь он пасил пока я несу горящий факел люди видят меня и надеюсь предупредят о ямах и других опасностях на пути тора подсказывает что есть евреи оставят тору то станут слепцами во тьме ночи они будут испытывать ощущение духовного одиночества и смятения и кроме того лишаться тех кто мог бы помочь им советом так что у нас очень хороший выбор чтобы не допускать до таких страданий мы выбираем благословение нам лучше благословение никто не хочет страдать поэтому мы все будем стараться выбрать благословение и так всем нам шаббат шалом всем желаю крепчайшего здоровья всем все самого наилучшего наш урок был дан для болезни души моего брата павел бен ефимов дяди блгер бен григорий фхая малка бад йосиф самуил бен герш мира бад врагам роза бад михаиль памяти яков бен нахум ури бен харитон медель бен мендель за здоровье светлана бад клара рахель бат лилия клала бад броня фейго бад берта ирина бат мэйра бирда бад фейго шимон и цхак bate-борис бен мария полина пир баст Субтитры делал DimaTorzok Все хорошего Олегу Марченко Всем еще раз шаббат шалом Всего самого наилучшего И до скорой встречи Надеюсь у нас состоится Вьем решен 15.30 Шалом